Всем привет! Меня зовут Анна, и это мой пятый обзор на посылку от Proxy-сервиса Darm.jp. Для начала хочу ответить по поводу способа доставки. Вопрос мне задавали к моим видео. Это всегда E-пакет, эконом-пакет, который считается нечто среднее между салом Small Pocket регистрат по цене и EMS или Parcel. Получается, что он достаточно быстрый. Например, по сравнению с салом он может лететь 7 дней. То есть Small Pocket идет 20 дней, а E-пакет забирается за недельку, если повезет. Бывает, что не повезет, об этом я скажу позже. А что касается стоимости, то тут получается где-то 1000 на 1500 дороже, в случае если посылка у вас набирается с товарами больше 10 000 йен. И плюс сам тариф немножко повыше будет, чем у сала Small Pocket. Ну, в общем-то, оно того стоит, мне кажется, с учетом того, что сроки обычно получаются достаточно быстрые. То есть за 7 дней получить в новогодние праздники посылку, это вполне реально. И это даже не EMS. Причем меньше мороки, меньше хлопоты, меньше нервов, чем с этим несчастным EMS, который я, по-честному, очень не люблю. Вот. Итак, что касается этой конкретно посылки, то с ней все было не настолько радужно. Она набиралась для меня целых 18 дней. Для меня это было слегка удивительно, потому что обычно сроки гораздо меньше. То ли тут наша таможня удружила, то ли что. Я посмотрела по треку, получилось, что посылка ехала 3 дня от Японии до России, потом 3 дня с момента прилета мариновалась где-то до прохождения таможни, потом еще несколько дней добиралась от таможни по сортировкам до Москвы. Ну, так тоже бывает. В принципе, мне не сильно горело, вот, поэтому я особо не расстроилась. И, в общем, в целом, все добралось относительно нормально, если не считая небольших вмятин, но это стандартно для Почты России. Как мы знаем, EMS тоже может попинать посылки. Так что это ничего страшного. Итак, давайте открывать. Сейчас, на самом деле, случилось страшное, потому что с Яхи я перебралась на Меркари. Там тоже много всего интересного, поэтому с Яхи я сейчас заказываю гораздо меньше. Ну, надеюсь, что потом что-то будет еще всплывать. Итак, коробка со стандартными шариками. И тут у нас куча различных сокровищ. Давайте смотреть, что же приехало. Так, так, так. Ага, все упаковано в пупырочку. Артикулы все наклеены сверху. Так, так, так. Как обычно, я собираю такие бонусные товары. Ага. Вот это листочки для записи, которые прилагались к ограниченному изданию, по-моему, седьмого тома манги под названием Шоуа Генроку Ракуга Шинджиу. История о двойном собоумбийстве, рассказанное в духе Ракуга. Меня в свое время эта манга очень зацепила, зацепила аниме, которое было по ней снято. И я просто маниакально скупала на Яхи все, до чего могла дотянуться. Но вот сам вот этот вот лимитный томик для меня был недоступен. Никак его не удавалось взять. И потом, случайно, я нашла их отдельно. Вот эти листочки. А оно того стоило. Так, вот это. А это тряпочка или палаченчика, которая, по-моему, прилагалась то ли к бутылке вина, выпущенная к какому-то ивенту, по-моему, по призрачному пламени в народе именуемым миражом. То ли что, не знаю, но просто тряпочка. Но очень редкая. Та-дам! И дальше пошли себе дзики. Ямато. Так, Коанам. Футбольные тазики. Их несколько штук. Та-да-да-да-да-дам. Господи, чтобы я понимала, что-то в этих... Сан-Фрюс, Херосима. В общем, суть в том, что Коанам изображен в форме различных футбольных команд с различных префектур. Ну, я в этом совершенно не разбираюсь. Но мы все знаем, что Коанам является большим фанатом футбола. Поэтому неудивительно, что был выпущен став, в котором Коанам одет в форме разных японских команд. Ну, собственно, их несколько. Я знаю, что такой же есть. Оранжевый, желтенький. Я их различаю чистым футболом. Ну, уж не футбольный, я фанат. Что поделать? Так, а вот это? Что это такое? Господи, что это такое? И снова Ракуго Синджио. Это, по-моему, просто какие-то магазинные картонки, которые... с которыми продавались, по-моему, сами Томики Монги после того, как была выпущена Дорама. То есть по мотивам была снята Дорама. Вот, собственно, главные актеры, которые играли, Кикухико и Скироку. Миленькие картонки. Не знаю, что с ними будут делать, я куда-то поставлю, но что-нибудь придумаю. Так, смотрим дальше, смотрим дальше. Дальше у меня должен быть фотоальбомчик. Фотоальбомчик тоже по призрачному фламене. Серия романов Кулабара Мидзуны. Достаточно тяжелых, но за счет этого, наверное, особо дорогих сердцу фанатов. Ну да. Вообще их нет ни в базах данных, но это просто какой-то став выпущенный и чуть ли даже не Мовико. Нет, не Мовико. Нет Мовико в 2001 году. Но на сайте Мовико я его не нашла, просто красивый фотоальбом, за которым тоже стоило погоняться. Так, дальше. О, далее по тексту, далее по тексту. У меня видео. Есть такая поговорка, говорится, не откладывая на завтра, то, что можно сделать сегодня. Я долго откладывала ставку на этот лот. Тут должны быть аудиодрамы, по-моему, по манге с Рикематсу Дарлинг. Я откладывала эту ставку, откладывала, да, откладывалась до того, что этот лот, который был никому не нужен почти два месяца, кого-то заинтересовал, в итоге пришлось за него торговаться. Но я не жалею, в итоге я действительно переторговала этого человека. Ну, и все-таки они оказались моими. Так, эх, ага, снова Сейки Матсу Дарлинг. Это у нас какой-то очередной, господи, какой же, какая же это часть? Ну, в общем, не имеет значения, аудиодрамы. То есть я последнее время подсела на прослушивание японских аудиодрам, потому что я очень люблю игру японских сэйо. Так, еще один Сейки Матсу Дарлинг. И еще один. В какой-то момент, после того, как я поймала вот эти два диска самых первых, я решила, что надо собрать все. И таки собрала. Ну, вот еще один диск. Теперь у меня даже полная коллекция, что меня очень радует благодаря Дарам ЖП. Так. Та-да-да-да-дам. Вроде бы это все. Странно. Должна быть еще телефонная карточка, которая стоила без... Надо потом посмотреть. Может быть, я ее уже отправила. Ладно, это не важно. Вот. В общем, вот такая вот получилась посылка. Собственно, на этом, наверное, и все. В этот раз у меня мало интересно. Даже показать особо нечего. Но, как для фаната, я могу сказать, что я получила целую гору сокровищ. Спасибо вам. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова